Виктор Фадеев – любимец Копейской детворы. Даже те мальчишки и девчонки, которые ни разу с ним не встречались, хорошо его знают по творчеству. Подружились кот с дворняшкой, поселились под крыльцом, и за мной хлебают чашки, суп с картошкой и весом. И живут они, как в сказке, без печали и забот, протирают жучки-глазки языком игривых кот. Виктор Михайлович – детский поэт. Сборник его стихотворений есть во многих образовательных учреждениях. Книгу он сам издал и сам раздал поклонникам. Стихи я начал писать давно, но, как бы вам сказать, я их нигде не опубликовывал. Для себя, для души. Как-то однажды в Копейском рабочем прочитал объявление частушек, а я очень любил частушки. И поэтому решил я поучаствовать в этом конкурсе. Ну и в результате занял третье место по городу, по частушкам. Ну и началось, а потом что-то подумал, ну что это частушки, это как... Это несерьезно. Да, несерьезно. Нужно как-то посерьезнее быть. Ну и, коли я самых люблю природу, люблю детей, люблю все, что вокруг меня, без этого я уже не могу. Природа, люди, дети и животные вдохновляют автора. Свои наблюдения он фиксирует на фотоаппарат и, конечно, отображает увиденное в стихах. Увлечения Виктора Михайловича разделяют и родные. Дочь относится превосходно. Она мне даже помогает. Где-то что-то написал, что-то. Она говорит, слушай, дед, что-то ерунду какую-то написал. Ну-ка давай быстро перерабатывай. Вот это мне не нравится абсолютно. Вот. Внучка тоже. Ей нравится. Все. Ну, сын-то далеко, конечно. А эти все время общаются, все время мне... Обсуждают. Да. И дело в том, что помогают набирать, печатать. Я сочиняю. Внучка быстро раз-раз там напечатают. Я уже пошел сюда. Своё увлечение стихами Виктор Фадеев называет болезнью. Болеет он давно и неизлечимо. Сейчас автор работает над новым сборником, который планирует издать к своему 80-летию. У зрителей нашего телеканала есть возможность услышать произведения поэта в проекте «Год литературы» на НСИД ТВ.